9 утра в регионе в эфире телеканала Россия Вести Ульяновск в студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте и коротко о главном. Санкции не пугают. Фермеры Сурского района увеличивают объемы производства. Молока сдаем 7,5 тонн ежедневно. Секретами успеха фермер из Чеботаевки поделился с Артемом Петровым. 2 миллиона на восстановление родников и очистку русла Свияги. По некоторым участкам глубина залегания ила составляет более 2 метров. Какие работы запланированы? Доказано, коронавирус поражает сердечно-сосудистую систему. У кого-то вообще дебют возникает гипертоническая болезнь, у кого-то ишемическая болезнь выясняется. Рекомендации специалистов в репортаже Эллы Шаховой. Итак, новый сезон аграрии региона готовится встречать в условиях санкционных ограничений. Почувствуют их те, кто изначально делал упор на западную продукцию и комплектующие. На производстве в селе Чеботаевка Сурского района таких проблем нет. Еще несколько десятилетий назад там взяли курс на импортозамещение. Сегодня это один из крупнейших совхозов области. В чем секрет их успеха и какой главный совет они дают коллегам? Репортаж Артема Петрова. Сурский район расположен на границе с Татарстаном. Именно на прилавке магазинов соседней с Ульяновской областью республики отправляется молоко из села Чеботаевка. Объемы впечатляют. 600 голов дойного скота не размещены в базах. Молока сдаем 7,5 тонн ежедневно. Производство молока и животноводства – это лишь малая часть из десятков направлений работы хозяйства. Под единым началом здесь также занимаются деревообработкой, гостиничным и ресторанным бизнесом, выращивают овощи и кормовые культуры. Два года назад здесь уже возвели новый зерноочистительный комплекс. Сегодня строят еще один. Тем, кто использует российское оборудование, никакие санкции помешать не могут. Будем в этом году строить крытый ток. Весь материал уже закуплен. Материал наш, отечественный. В сезон весенний полевых работ хозяйство в Чеботаевке будет входить уже в новых санкционных реалиях. Вот только давление со стороны Запада здесь не почувствуют. Местный парк сельхозтехники почти полностью состоит из российских комбайнов и белорусских тракторов. Лишь один из них немецкого производства. Но и эта машина, благодаря мастерству механиков, без проблем уже скоро выйдет в поле. Ну, трудностей, я думаю, не будет. Все справимся своим силами. Все, что есть, все поставим, все будет работать. На складах Астрадамовского пищекомбината продукция ждет отправки в различные магазины региона. Пока кто-то пытается нажиться, неоправданно завышая стоимость отдельных категорий товаров, здесь ценник принципиально оставляют на прежнем уровне. Самое популярное – свекла гарнирная, пюре яблочное и пюре из тыквы. Все овощи используем местных производителей, наши российские. В Чеботаевке не только обеспечивают работой местных жителей и производят самые разные виды продукции, но также подают другим предпринимателям пример социальной ответственности. А это Чеботаевский сельский дом культуры. Раньше здание отапливалось дровяной печью, но теперь ни о каких занятиях в куртках речи не идет. Дом культуры согревает газовое отопление. Решить целый ряд проблем помогла программа местных инициатив и спонсорская поддержка местного производителя. Преобразилось все – и стены, и полы, и самое главное – сделали отопление. Сохранил Чеботаевское предприятие и задал ему новый курс развития Николай Лаврушин. На посту директора он уже 38-й год. Все это время Николай Иванович строго придерживался правила заботиться не только о бизнесе, но и о людях. Под его крылом предприятие прошло через десятилетия и сегодня является одним из крупнейших в регионе. Санкционное давление здесь не заметят как раз-таки благодаря курсу на импортозамещение. Этот год она не коснется, а осень и следующий год, если мы не сделаем замену, чтобы оттуда возили, это коснется. А для нашего хозяйства вообще ничего не коснется. Единственное, что коснется – это безобразие цен на запчасти, на техобслуживание, на масла. Успех Чеботаевки кроется в простой истине. Приоритет отдан российским производителям, чья продукция не уступает импортным аналогам. Артем Петров и Денис Миронов. Вести Ульяновск. Из Сурского района. Кефир, топленое молоко, сливочное масло, творог и колбасные изделия – все это производит кооператив в Сенгелеевском районе. Предприятие ежегодно увеличивает свои обороты. Сегодня фермеры готовятся к полевым работам. Животноводство у нас есть, растеневодство у нас есть, переработка у нас есть. Все это свое. В каких-то иностранных покупках мы не нуждаемся особо. Живем в деревне, выращиваем свои овощи, свое мясо. Технику кооператив успел обновить еще в 2018 году. Тогда они получили грант на 3 миллиона рублей. Также сотрудники сообщают, что запчастей на ремонт сельскохозяйственных машин хватит на два года. Тем временем на транспортных артериях областной столицы круглосуточно латают дыры. Ямочный ремонт на дорогах Ульяновска ведут пять бригад ночью и днем. На ближайшие дни распланирована реставрация дорожного покрытия на проспектах врача Сурова, авиастроителей и 50-летия ВЛКСМ. В переулке Комсомольском на улицах Энгельса, включая раскопку Ульяновского водоканала, Льва Толстого и Октябрьской. Асфальт укладывается холодный, временный. Ямочка продувается, вычищается, прогревается горелкой, газом. Потом укладывается с рестиклера горячий асфальт, который уже в нем заранее был загружен и разогрет. Похож на горячий асфальт практически, но он временно. Работаем как литым, так и холодным асфальтом. При наступлении благоприятных температур, как только пустят в эксплуатацию асфальтосместительную установку, мы сразу приступим к работам по ямочному и карточному ремонту, уже горячему асфальтобетону. Городские дорожники литым асфальтобетоном отремонтировали около полутора тысяч квадратных метров дорог, холодным более 600. Расход материала составил более 70 тонн. Два миллиона рублей на восстановление родников будет потрачено в этом году. Это продолжение областной программы по реконструкции источников воды. В прошлом году, например, благодаря ей только в Ульяновске благоустроили три родника – Сахарный, Белый ключ и Маришка. На последнем заменили кирпичные кладки, восстановили один из колодцев и сделали скамейки. Кроме родников, сотрудники природоохраны запланировали в этом году очистить русло Свияги в городе от Вырыпаевки до Минаевского моста. По некоторым участкам глубина залегания ила составляет более двух метров. Данный ил будет изыматься, высушиваться. На сегодняшний день городом уже отведены площадки для накопления данного отхода. И в последующем данный ил будет направлен на утилизацию. Кроме того, в рамках данных работ будут проведены мероприятия по благоустройству прибрежной территории. Кроме очистки Свияги, на этом участке предусмотрено восстановление флоры и фауны водоема. В реку запустят малька, а зеленые зоны на берегах перейдут под охрану ведомства. Председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов заявил, что его фракция в Госдуме предлагает снизить НДС до 15% и увеличить порог расчета максимального дохода для самозанятых до чуть более 3 миллионов рублей. Выступая на брифинге перед пленарным заседанием, Сергей Миронов рассказал о том, что депутаты фракции направили на отзыв правительства Российской Федерации две законодательные инициативы о снижении НДС с 20% до 15% и о повышении максимального разрешенного дохода у самозанятых до 3 миллионов 200 тысяч рублей в год. По словам парламентария, депутаты партийной фракции уверены, что снижение НДС приведет к общему снижению цен. Что касается второй законодательной инициативы, то Сергей Миронов напомнил, что фракция ранее голосовала против введения Института самозанятости. Но сегодня, коль скоро закон есть, цены взлетели, норма максимального дохода у самозанятых в 2,4 миллиона рублей в год, скорее всего, будет перекрыта, и тогда они будут обязаны уже регистрировать юридическое лицо и платить гораздо больше налогов. У нас конкретное предложение увеличить этот порог расчета максимального дохода для самозанятых до 3,2 миллиона рублей. Подчеркнул Сергей Миронов. И к другим темам. Ковид атаковал планету два года назад. Человечество ведет с ним борьбу с переменным успехом. Жертвами этого вируса в мире стали миллионы людей. А выздоровевшие нередко сталкиваются с последствиями этого недуга. Часто страдает сердечно-сосудистая система. И в этом случае людям необходима реабилитация. Элла Шахова продолжит. Как показала практика, одной из наиболее уязвимых для ковида оказалась сердечно-сосудистая система человека. В Ульяновском кардиодиспансере после перенесенной болезни прошли и еще проходят реабилитацию около 200 пациентов. У кого даже была скрытая какая-то ситуация, недиагностированная, то есть даже пациента не было, еще пациентом кардиологическим выявляется много болезней. У кого-то вообще дебют возникает, гипертоническая болезнь, у кого-то ишемическая болезнь выявляется. То есть фактически ковид, он проявляет, в общем-то даже скрытые какие-то болезни. Сатурацию мерили сколько было? 95. Без кислорода, пульс как? Пульс нормальный. Как общее эмоциональное состояние? Тревога на кайфе есть? Да нет, тревога нет. Наталья Томобекова сейчас находится в реанимации областного кардиодиспансера. Сюда она попала после ковидного госпиталя. Вернее, прямо из него. Тяжелое течение болезни дало осложнение. 56% пораженного. Поражение было. Я 10 дней не помню лежала, как потом очнулась 10 дней. На боку вся уже никудышня. Выкарабкалась, слава Богу. Господь не оставил меня там. Там не желаю никому быть, конечно. Очень страшно. Очень страшно все это. Ну вот так вот. Почему страшно? Ну не знаю. Ноги не выдерживают. Уходят люди. Наталья Томобекова не перестает благодарить медперсонал и ковидного госпиталя, и кардиодиспансера. Говорит, вытащили, помогли. Специалисты отмечают, что последствия пережитого во время болезни бывают и психологического характера. Неврозы, депрессии. Здесь с этим также стараются помочь, например, арт-терапией. Ну вот даже по этому рисунку можно сказать, что здесь вот с эмоциональной сферой более-менее все нормально. Потому что рисунок полный, яркие краски. То есть очень важно, это вот тоже оно эмоциональный фон повышает. Кард-терапия, она очень хорошо снимает как раз вот эти вот страхи, снимает боязнь, неуверенность. То есть эмоциональный фон, он становится более светлым. А чтобы помочь работе сердечно-сосудистой системы в качестве реабилитации после ковида, пациенты кардиодиспансера получают здесь электроимпульсную, а также магнитно-импульсную физиотерапию, физлечение, массаж и даже кислородный коктейль. Теперь опять в обе руки и вращаем. Элла Шахова, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Цифровизация медуслуг приобрела особую значимость в период пандемии. Она помогла освободить врачей от бумажной волокиты, сократить очереди и избавить пациентов от необходимости посещения поликлиник для получения справок. Только в прошлом году к интернету было подключено 330 фельдшерских пунктов, а в поликлиниках появились инфоматы. Также появилась возможность получить электронные больничные свидетельства о рождении или смерти. В сети появилась централизованная система лабораторных исследований, которая позволила информировать граждан о результатах ПЦР-тестов по телефону. Разработана система виртуального мониторинга онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний пациентов. Для удобства населения открыт центр телемедицины, созданные дистанционные колл-центры в лечебных учреждениях. Из-за роста обращений в регистратуры разработан чат в приложении Телеграм. С помощью бота Ульяновцы с признаками ОРВИ или COVID-19 смогут получить рекомендации по оказанию медпомощи, уточнить адреса медицинских организаций, записаться на вакцинацию или прием врача, вызвать его на дом. Все это позволяет повысить доступность и качество оказания помощи пациентам, дает возможность анализировать полученные данные и осуществлять ретроспективный контроль, прогнозировать тенденции развития ситуации, а также выявлять группы пациентов, требующих наиболее пристального внимания и коррекции лечения. Это Весть Ульяновск, мы продолжаем выпуск. Знакомьтесь, минералы. Выставка с таким названием открылась в выставочном зале Музея археологии Симбирского края. Здесь можно познакомиться с разнообразием камней и изделий из них, как декоративных, так и прикладных, а также украшениями, сделанными как местными мастерами, так и общероссийскими. Из интересных изделий стоит обратить внимание на ониксовую декоративную вазу 19 века, произведенную в Западной Европе, а также на панно, изображающий вид Казани, подаренное музею в 2003 году. И также на сутажные украшения местного мастера Марины Викторовны Курылевой. К минералам проявляют интерес коллекционеры и ювелиры, ученые и обычные люди. Вокруг минералов возникли мифы, легенды, рождались невероятные истории. Ведь самоцветы всегда собирали вокруг себя поклонников, поэтому не является странным тот факт, что минералогические коллекции со временем стали одними из самых интересных и желанных для многих ценителей самых разных стран. В экспозиции представлены уникальные камни, такие как рубин, огненный опал и другие. На выставке предметы как из фондов музея-заповедника Родина Ленина, так и из частных собраний. В коллекции где-то около 600 образцов. Там входят минералы в основной части, горные породы, окаменелости, немного метеоритов. Из класса Боратов минералы идут, они самые редкие считаются. Есть один из минералов в книге рекордов Геннесса в порядке. Познакомиться с многообразием видов и разновидностей минералов, изделий и украшений из них все желающие могут по адресу улицы Льва Толстого, 67. Выставка продлится до 20 ноября. Жаворонки прилетите, студену зиму прогоните. На Руси этих птиц начинали зазывать со дня весеннего равноденствия. Сейчас, если весна запаздывает, можно и просьбу повторить, что и сделали в мостовой слободе. Способна ли магия добра изгнать энергию холода, узнаем прямо сейчас. Клубочки теста достаются всем. Шумные и одновременно сосредоточенные дети творят весну. Ну, сначала, конечно, надо испечь жаворонков, а весну потом эти птицы на крыльях принесут. Разумеется, пришлось прийти пораньше, поставить тесто. Поскольку тесто капризное, должно подняться, его нужно обнять, посадить, оно должно еще раз подняться, потом уже начинаем его разделывать. И, как вижу, деткам понравилось, я на того стоила. В общем-то, чтобы доставить детям радость, можно и пораньше стать. Дети из общества слабовидящих, гости особенные, приезжают в поселок Мостовая уже не первый раз. Всегда и повод находится, и польза явная, и радость на лицо. Точнее, на лицах. Сначала раскатываю кружочек, потом делаю полосочку и сворачиваю ее в узелок, потом делаю хвостик, ротик, делаю головку и все. Слепые могут не только в программировании, в массажировании, так сказать. Могут еще и в пекарское дело пойти. Возможностей много. И не нужно говорить, что, не знаю, я слепой, поэтому все на этом жизнь закончено. Нет. Да и вообще для других инвалидов тоже нет. Кстати, у православных христиан тоже есть обычаи петь жаворонки ко дню памяти 40 святых севастийских мучеников. И эти птицы символизируют летящую к Богу души или их молитву, которая обязательно будет услышана. Мостовая всегда для всех открытая. А то, что здесь очень прекрасно, потому что здесь выпекается хлеб, мы раздаем нуждающим. В настоящее время уже больше 30 тысяч буханов в нашем предопечном хлебе. То, что проводят такие мастер-классы для детей. Но это же очень важно, чтобы дети могли тоже получить удовольствие, радость. Радость детского сотворения весны переходит в чаепитие. Румяные жаворонки поглощаются с особым аппетитом. Ведь сделаны они своими руками, а тесто замешано на доброте и благодушии. Нина Гуркина, Ила Шахова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. В музее «Симбирская фотография» открылась обновленная экспозиция. Оценить развитие фотографического искусства в Симбирске позволит реконструированная карта «Симбирские фотопавильоны» второй половины XIX – начала XX веков. Фонды музея также пополнились новыми предметами. Здесь появились кинокамеры прошлого столетия. Отдельное место на выставке теперь занимает звуковой и кинопроекционный аппарат «Украина», который раньше использовали в российских школах и сельских клубах для демонстрации черно-белых и цветных фильмов. На стенах работы выдающихся фото журналистов Афксентия Гологоза и Леонида Лазарева. И снимки фотографа-любителя Вячеслава Зверева. Который сделал серию фотографий во время строительства моста первого через Булку. И в это время произошел пожар на строящемся мосту, оползень с Симбирской горы впоследствии. Тоже эти события Зверев сфотографировал. В экспозицию включены интерактивные мультимедийные игры и викторины жителей и гостей города ждут по адресу Энгельса 1Б. В Ульяновске заработала необычная мультимедийная мастерская. Это стало возможным благодаря денежному гранту. Его выиграла городская централизованная клубная система в рамках конкурса. Что же готовится на новой творческой кухне? Об этом в репортаже Эдуарда Истомина. На октябрьской 15 ведутся съемки. Здесь работают над созданием фильма об известной симбирянке, благотворительнице Екатерине Перси Френч. Одну из сцен посвятили визиту к ней архитектора Августа Шаде с чертежом гончаровской беседки. Эксподин Шаде, с чем пожаловали? С чертежами. Сейчас я вам покажу все. Ленту о Перси Френч посвятили Международному женскому дню, а еще Дню работника культуры. В фильме задействованы начинающие и самодеятельные актеры. Массовые сцены сменяют старинные романцы. Съемки ведутся на фоне хромакея. Как две звезды сквозь синий мрак ночей, сияет мне красота твоих очей. Новый фильм второй по счету. Первый же посвятили Дмитрию Разумовскому. Он также создавался в новой мультимедийной мастерской. Ее назвали творчески о важном. Идея нового проекта привязана к симбирскому краю и к календарю. Это съемка фильма о знаменитых людях Симбирско-Ульяновска. Причем как исторических личностях, так и наших современников. Кроме того, ежемесячно мы решили, выбирая эти личности, рассказывать, приурочиваться. То есть это еще и к какой-то памятной дате в истории России. Мультимедийная мастерская – детище Ульяновской централизованной клубной системы. Проект успешно защитили на конкурсе, выиграв грант на 2 миллиона 800 тысяч рублей. Деньги от президентского фонда культурных инициатив. Первый транш был получен нами и сейчас он успешно реализуется. Из этих денежных средств был сделан необходимый ремонт. Были приобретены звукозаписывающие оборудования, видеозаписывающие оборудования. Новые фильмы об известных земляках – это одно из направлений мастерской. В будущем здесь планируют обучать школьников искусству аудио, видеозаписи и монтажа роликов. Третье направление – это презентация талантливой творческой молодежи в мультимедийной среде. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вест-Ульяновск. Не только подведение итогов года, но и ежемесячное голосование. В региональном Минспорте решили по-новому определять победителей в номинации «Лучший спортсмен». Учитываться будут и результаты в течение каждого месяца и мнений экспертов. О новом формате и о тех, кто по-настоящему преодолел себя, чтобы попасть в число претендентов – Игорь Кранцев. Восемь спортсменов, добившихся в течение предыдущего месяца серьезных достижений. Таких, как победа в чемпионатах и первенствах страны или в зимней спартакиаде. Среди них биатлонист, представительница тяжелой атлетики, легкоатлеты. Голосование в своей группе ВКонтакте региональный Минспорт уже запустил. И «Лучший спортсмен» февраля по итогам голосования определится к концу марта. Но голосование – не единственный параметр для победы. Понятно, что будут всегда вопросы, что это олимпийский, это не олимпийский, накрутка. Но именно поэтому мы сделали специальный акцент на то, что еще плюс три эксперта независимые будут оценивать лучших спортсменов по итогам месяца. Это будут оцениваться результаты на всеоссийских, международных соревнованиях. И, соответственно, так и будет приниматься итоговое решение, учитывая онлайн голосование и мнение экспертов. И Екатерину, и Светлану уже можно назвать победителями. Хотя сегодня они только номинанты. И не обязательно, что кто-то из них наберет максимальное количество голосов. Несмотря на проблемы со здоровьем, представительницы Ульяновской адаптивной спортшколы участвуют в соревнованиях по армрестлингу. Недавно обе вернулись из Орла. Я человек с ограниченными возможностями здоровья и всегда мечтала заниматься спортом. В то время, как мои здоровые сверстники ходили, занимались разными секциями по борьбе, по гимнастике, по плаванию. Я еще не знала, что существует такой вид спорта для детей с ограниченными возможностями. Мне предложили принять участие в областных соревнованиях по армрестлингу. Я согласилась и заняла первое место. Ее первые соревнования были три года назад. А в феврале 2022 в Орле Катя стала лучшей в стране, что и позволило попасть в номинацию областного Минспорта. Там же оказалась и Светлана Волкова, которая занимается адаптивным спортом с 2015 года. Помимо армрестлинга имеет успехи и в легкой атлетике. После ампутации я пришла в спорт. Пришла в спорт, скажем, во-первых, реализовать себя. Во-вторых, у меня дети. Дети должны гордиться своей матерью, что они сейчас и делают. И для меня главное и участие, и победа. Итак, голосование в группе областного спортивного ведомства ВКонтакте продлится до конца марта. Однако решающие значения будет иметь мнение экспертов. А насколько такой формат окажется успешным, покажет время. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Весть Ульяновска. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Далее по традиции информация о погоде. Хорошего дня. Берегите себя. Увидимся. Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная погода, небольшой местами умеренный снег. Атмосферное давление будет слабо расти. Ветер западный, умеренный до сильного. Температура воздуха днем по области минус один, минус шесть. Ульяновский один, три градуса ниже ноля. Редактор субтитров А.Семкин朝 GU Редактор субтитров А.Семкин